Сегодня и у парламентариев, и у депутатов местных советов агольная задача социально-экономичной развития регионов, а тому опыт Жлобинского района для анализу обраны невыпадкова. Зараз на него пропадает 14% промысловой вытворчести и 26% агольного областного экспорта. Вартое для выучения местовая практика державно-приватного партнерства по утягнению оборот майомости, якая протягивая часа не выкористовывалась, и створение на ее базе новых предприемцев. Еще недавно был и будинок райси газтехники, находився в передаварийном стане, на аукционе ягона было гандлевое предприемство, керавництво якого вырешило освоить принципово новый вид деянности. Сначала была идея сделать из этого здания административное здание, либо сделать бизнес-инкубатор для предоставления помещений в аренду. Но так как потребность в этом Жлобине сократилась, в 2015 году мы задумались, чем это здание занять. И родилась идея построить на базе этого здания современный медицинский центр. Оснащенный самым сучасным обслуживанием и укомплектованным врачами высшейшей категории, медицинский центр открылся полтора месяца тому. Подчас наведывания установы депутаты знакомятся с умовами, которые созданы для пациентов, и интересуются проблемами, которые стремлюсь в приватную инициативу. Еще одна тема для обмерзования – работа органов местного и громадского самокирования по жития за обеспечением насильства. Утымлюк за допомогой самого насильства у Жлобине таким чином не только добро упорядковывать дворовые территории, а и выражать вопросы о створении безопасных умов проживаниях. Было проведено собрание жильцами, и в целях сохранности их имущества были установлены камеры видеонаблюдения в ближайших домах. Мясцевые инициативы, тема, которую за все выучать на приходе Будокошалевского района, в оселях Кимразии, минавито тут еще в 2010 году, одним из первых на Гомишине, начали реализацию проектов в рамках программы развития организации объединенных наций. На думку депутатов, зараз необходимо потребовать инициативных людей, у первых чергутых, кто не только критикует, а и пропадает конкретные решения, у Тымлику по обновлению старожитных районств и традиций, у Будокошалевского района, например, другое житено дали старожитным свистулькам. Пятиклассница в армянской средней школе Кача Журова разом с батьком реализовала проект «Як жили наши протки», в рамках которого был створенный макет старожитных поселища 15-го 100-го года. Местовое население у Воголя оказалось вельми инициативным, причем активный удел в реализации проекта «Упрямая молодь». Депутаты национального схода в опыт района по потребности пропадного вязковцев витают и кажут об необходимости предпринимания кроков по дальнейшей дебюрократизации органов улады. Если раньше человеку приходилось ехать за 20-30 километров, чтобы элементарную справку получить, то сегодня он получит ее себе домой по интернету, если она вообще будет нужна. Мы попривыкали, понимаете? То есть фактически мы выходим на тот уровень, что у человека возникла потребность в решении какого-то вопроса, он обозначает его для местного органа власти, это все перерабатывается, и он получает результат. Олег Синчаров, Владимир Игапанько, телерадиокомпания «Гомик».